МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Октябрьским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении адвоката, коллегии и адвокатов Лига, который обвиняется в покушении на мошенничество. Следствие считает, что в марте текущего года он предложил родственнице своего подзащитного сделку, благодаря которой обещал повлиять на решение суда в части понижения срока. Услуга стоила четверть миллиона рублей. Женщина согласилась, но найти всю сумму сразу не смогла. Сначала она передала ему 100 тысяч рублей, а вторую часть в размере 150 тысяч должна была отдать в другом месяце. Отмечу, что реальной возможности повлиять на решение суда обвиняемый не имел, и деньги собирался потратить на личные нужды. Теперь ему самому придется ответить перед служителями Фемиды. Уголовное дело уже передано в суд. 45-летний житель Саранска оформил полмиллиона рублей на чужой паспорт. Документ он нашел на улице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили, что паспорт на имя жительницы Саранска подозреваемый нашел осенью прошлого года. А спустя некоторое время пришел с ним в банк и сказал, что хочет взять кредит. Отсутствие владелицы документа он объяснил тем, что она имеет проблемы со здоровьем и не может прийти лично, но готова выступить поручителем. Затем мужчина подделал подпись, потерпевший в подготовленном договоре. В результате кредит был одобрен. Спустя пару месяцев он даже исправно вносил платежи, но потом перестал, и владелицы потерянного паспорта стали поступать звонки о задолженности. Женщина обратилась в полицию, злоумышленник был задержан. Свою вину мужчина признал полностью, а расследование уголовного дела продолжается. 30-летний житель села Мурань захотел продажной любви, но был жестоко обманут. Потерпевший рассказал, что несколько дней назад нашел в интернете объявление о предоставлении платных интимных услуг. Предложение его заинтересовало, и мужчина позвонил по указанному телефонному номеру. На звонок ответил неизвестный. Он объяснил, что жрица любви должна быть уверена в платежеспособности клиента и попросил перевести в качестве предоплаты полторы тысячи рублей. Молодой человек согласился доказать свой статус и перевел необходимую сумму, после чего получил сообщение с адресом. В дороге ему вновь позвонил неизвестный и сказал, что ночной бабочке срочно понадобились деньги. Не помочь девушке селянин не мог и перевел еще полторы тысячи рублей. Только вот когда он приехал на место, телефон злоумышленников был уже недоступен. В итоге парень лишился трех тысяч и надежды на страстную ночь. По факту мошенничества проводится проверка. В Мордовии в розыск объявлен еще один человек. Разыскивается житель села Большие Березняки Олег Фокин. 17 мая 57-летний мужчина ушел из дома и назад не вернулся. Известно, что он страдает манией преследования и психическим заболеванием, из-за которого видит галлюцинации и слышит посторонние голоса. Сейчас вы видите Фокина на своих экранах. Если вам известно что-либо о его местонахождении, сообщите по телефону в Больших Березняках. 2-23-70, 2-13-74 или 102. В Мордовии продолжаются поиски пропавшего без вести Горбунова Евгения Викторовича. В мае 2019 года он ушел из дома и до настоящей времени его местонахождение неизвестно. На вид Горбунова 40 лет среднего телосложения. Рост 175 см, волосы черные, глаза темные. Особая примета – татуировка на правой руке. Если вы располагаете информацию о человеке на фото, сообщите в полицию по телефону 76 08 80 29 77 44 или 102.